Женя, у нас есть проблема. Так, рассказывай. Первый раз у гостя лучше прическа, чем у меня. Ну, не знаю. Что мы будем делать? Можем сделать себе такую же. Такую же? Да. Слушай, давай ты будешь потеть на камеру. Чуть-чуть, разве что? Мы возьмем такую штучку и побрызгаем тебе на лицо, чтобы я лучше смотрелся. Можно. А можно снимать в принципе в сауне, я думаю, нет? Нет, нет, там тоже. Сегодня, знаете, там уже снимают другую передачу. Я понял. Ладно, идем. Хорошо, давай. Пора записываться. Всем привет. С каждой новой передачи мы продолжаем охватывать новые айтишные области. И сегодня мы поговорим о самой неоднозначной айтишной профессии менеджер проектов. Это еще и разработчик. Сегодня у нас в гостях Женя Фигурский. Привет, Женя. Привет, Антон. Расскажи мне немножечко про себя, о том, чем ты занимаешься. Ой, сложно, наверное, рассказать. Я занимаюсь программированием, я занимаюсь менеджером проектов и в принципе всем-всем-всем, до чего доходят мои руки. А руки доходят до много до чего. В данный момент я занимаюсь разработкой. Так, разработкой чего? Разработкой мы занимаемся сайтов на PHP, как правило. И точно так же у меня идет, моя работа заключается в том, в общении с клиентом и узнать, что нужно клиенту и, точнее, предложить и показать ему, что ему действительно нужно. Наверное, вот так вот. То есть убедить клиента, что ему нужно именно это. Но вот чем ты конкретно занимаешься как менеджер проектов? То есть к тебе приходит клиент, ты с ним разговариваешь, но этим, в принципе, занимается служба работы с клиентом. Да. А потом, когда вот уже проект начат, чем, что ты именно делаешь в этом? У нас это все идет, в нашей компании все идет примерно так. Есть человек, который сначала, для начала продает этот проект. То есть все, у нас есть проект, появился. После этого он переходит к людям, которые занимаются брендингом, дизайном. После этого он переходит уже к девелоперам, тем, кто занимается девелопментом. В ту область, там, где люди занимаются дизайном и брендингом, лучше вообще не лезть. Мне кажется, это люди вообще не с этой планеты, они живут где-то там далеко. Тут их просто тела находятся. И понять, почему он сделал именно такой вот цвет, он именно так вот к этому вопросу подошел, это, ну, не знаю, лично для меня это очень сложно. И это где-то за пределами моего воображения, моей фантазии. Но после того, как он к нам уже пришел, он к нам попадает в сам девелопмент, мы пытаемся понять, что нужно конкретно клиенту, как он хочет, чтобы это все работало, как он видит это, чтобы это все работало. И мы предлагаем ему конкретно уже решение того, что видим мы. Какие проект менеджменты тулы ты используешь? Как правило, мы используем Basecamp, мы пробовали Redmine, мы пробовали, работал с Montiz, работал с Жирой какое-то время, небольшое, правда. Были, естественно, самописные. Мне кажется, каждый разработчик пытался писать самописный таск-менеджер там, чуть ли не с нуля, который будет самый лучший, самый удобный. Но это бесполезно. Это абсолютно бесполезно, как мне кажется. Я тоже когда-то писал. Ну, понятно. Это бесполезно. Абсолютно. Мне кажется, даже по туториалам, да, то, что есть там новые какие-то технологии, тот же Node.js, если я помню, несколько туториалов есть там, где просто вот этот таск-менеджер какой-то... На этом удобно учиться, скажем так. А с точки зрения ведения проектов, Basecamp, в принципе, особенно новая версия, ну, мне кажется, она довольно удобная, исходя из тех нужд, то, что мы используем, то, как мы общаемся. Она платная, нет? Да, она платная. Ну, вот ты сказал, что ты еще и программист. Расскажи о своем опте программирования, что ему ты делаешь. На PHP это... Да, я, как правило, работаю на PHP. Мы работаем... Ну, в принципе, работаю довольно давно. Небольшие проблемы с датами. Я вот не скажу конкретно, с какого года я работаю, но достаточно лет 5 я уже работаю точно. Может быть 6, может быть 7. Как-то так, плюс-минус. Ну, в принципе, опыт был работы как и с самописными фреймворками, так и с Zend, Symfony и, ну, в принципе, вот со всем самым таким известным, удобным, то, что есть. Что из них лучше? Ну, мне Zend нравится. Знаешь, будет мнение, что хороший менеджер, он не должен быть программистом, потому что тогда он становится немножечко ближе к девелоперам, чем к клиентам. Ты с этим согласен? У тебя получается это сочетать? Да нет, я не встречался с такими проблемами, просто нужно различать, мне кажется, вот эти вот две сферы и немного так переключаться с одной сферы на другую, и, в принципе, все будет нормально. Потому что понятно, что клиенту абсолютно не обязательно знать, что ты используешь за фреймворк, зачем это нужно, там, оптимизация кэш, зачем, это ему все абсолютно не нужно. Ему важно, чтобы он получил готовый продукт. Если его устраивает то, что мы сделали, значит, вот это вот, значит, мы добились своей цели, скажем так. Ну, вот камерзный вопрос такой. Те не кажется, что кризисов экономических давно не было? Ну, сколько-то времени уже прошло. Экономических кризисов? Сейчас я объясню, я имею в виду мировых. Я объясню, почему я спрашиваю. Когда происходит мировой экономический кризис, первого кого увольняют? Менеджеропроектов. Правильно. Вот не боишься? Абсолютно не боюсь, на самом деле, потому что, ну, я считаю, что человек, если он в чем-то действительно профессионал, он идет всегда в свою работу. Он найдет всегда свое место. И без работы он точно не останется. Но я так понимаю, по программированию, как бэкап, если что, ты вдруг можешь сказать, что ты не менеджер, ты программист, и спрятаться. Да, такой оп, сразу, с две стороны, да. Ну, кстати, говоря о стереотипах, ты знаешь, мы как-то с ребятами сели и подумали, придумали такой принцип, что программист, он должен быть красивым. Потому что времена вот каких-то задротов, которые сидят там в засальных свитерах, оно как-то уже прошло. Сейчас у айтишников есть деньги. Они могут ходить в спортзалы, там, не знаю, салон-гросты и так далее. Ты вообще как согласен с тем, что надо как-то поддерживать имидж? Да, и все равно. Что программист должен быть симпатичнее немножко, чем... Чем кто? Чем менеджер-райтер? Нет, нет, нет. Ну, чем вот эта стереотипка? Да, абсолютно. Я считаю, что профессия вообще никак... Ну, вот есть профессия, есть образ жизни. Программист, если это профессия, если это образ жизни, то, наверное, и сидеть 20 часов за компьютером, это одно. И когда это действительно профессия, когда ты профессионал, это совсем другое. Да, конечно, я не считаю, что программисты отличаются от других каких-то людей, там, то есть как-то... Я понял, сам в спортзал ходишь? Да, пытаюсь. Ну, в принципе, не секрет, что вместе с Сережей Бересневым, с тобой, с Денисом Лукаревым, мы занимаемся созданием кворкинг-центров в Кишневе. Есть такое дело? Можно рассказать про эту идею? Да, это на самом деле, вот мне очень нравится вот само начало вот этого, как мы начали этим заниматься, потому что идея, в принципе, появилась, вот как ты сам знаешь, у нас параллельно. Потому что практически в одну неделю о кворкинг-центре подумал я, я тогда был в Амстердаме, я побывал в одном кворкинг-центре, мне очень понравилось, в кворкинг-центре. Я еще раз повторяю, да. Вот, мне там очень понравилось, и я начал искать вообще, что происходит у нас в Кишневе, как вообще это можно у нас применить. Я не нашел ничего, в принципе, что было бы, скажем так, даже похоже на кворкинг-центр, и вот предложил своему партнеру, другу, партнеру по бизнесу Денису, что можно сделать вот такую вот вещь. В то же самое время, буквально через день, Сережа Береснев об этом пишет на фейсбуке, у меня так сразу, опа, нормально, и уже вот дальше то, что получилось, то, что получилось, мы начали уже вот работать вместе, и сама идея, мне кажется, очень перспективная, мне кажется, кворкинг-центр нам нужен, кворкинг-центр. Нам нужен креативное, хорошее пространство для людей, которые не любят оставаться одни, для которых боятся одиночества, которые могут действительно, во-первых, помочь, во-вторых, сами вынести что-то из общения с другими людьми. Знаешь, Женя, мы решили немножечко изменить концовку нашей передачи, вместо этих скучных, никому неинтересных блиц-опросов, мы будем делать обзоры каких-то интересных девайсов теперь. Ты рад это? Абсолютно. Это произошло, потому что я вот на днях расфигачил свой Nexus 4, вышел из машины, и он упал мне на асфальт, и все, и нет больше стекла, вот. Но по счастливой случайности компания Malcell дала мне протестировать несколько телефонов, вот, и сегодня у нас будет обзор Samsung Galaxy S4. Ты знаешь, что мне сначала понравилось, это упаковочка, такая милая, красивая, но на самом деле упаковка тебя будет радовать только в первые 5 минут, а на самом деле потом упаковка становится неинтересной. Да, она стильная, красивая, как для меня, так и если смотреть из Android телефонов, есть только три варианта из флагманов, это Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z и HTC One, вот, все остальное, в принципе, по характеристикам проигрывает. И я лично для себя хотел выбрать, что же мне все-таки больше нравится, вот, я в том числе смотрел на Samsung S4. По своим характеристикам, наверное, самый мощный аппарат из всех, но лично мне не очень нравится по дизайну. Я не знаю, как тебе, мне не нравятся скругленные углы вот эти. Да, дай мне его потрогать. В руке сидит удобно, но вот какой-то он не мужской, я не знаю. Он выглядит, знаешь, такой вот, как какой-то болид Формулы-1, тоже такой вот весь скругленный, вот так. Он мне вот с этой стороны напоминает именно вот это, так вот скажем. Не знаю, аппарат хороший по, опять же, по объективным характеристикам, мне кажется, что он лучше. Но вот тут уже каждый решает сам, когда возьмет, потрогать, положит рядом и сравнит. Ну, что по характеристикам? Четырехъядерный процессор 1.6 ГГц каждый, все круто, Full HD, 5-дюймовый экран. В принципе, абсолютно топовый набор всех характеристик. Что касается экрана, ну, здесь отдельно можно сказать, суперамолед дисплей. Ни для кого не секрет, что для многих аппаратов именно Samsung делает дисплей. Поэтому, соответственно, он себе берет самое лучшее, а всем остальным дает то, что уже осталось. Да, поэтому экран, конечно, замечательный. Вот когда трогаешь, хочется его трогать все больше и больше. Ты знаешь, я все-таки открою секрет, у меня есть еще Sony Xperia Z рядом. Так, так, так. Давай мы их сейчас рядом положим, посмотри, вот какой тебе из них больше понравится. По внешнему виду, ну, я тоже на самом деле не большой фанат скругленных углов, мне больше нравится что-то такое более топорное, скажем так. Вот мне кажется, что оно выглядит намного интереснее. Ну, вот тут видно, яркость выставлена на максимум, ты видишь, насколько более контрастный яркий дисплей. Да, этот ярче, да, этот ярче. Ну, к Sony мы еще вернемся чуть позже, в следующий раз, а пока я с ним буду ходить, он будет меня радовать. Давай вот я включу камеру, потому что камера, опять же, у него 13-мегапиксельная камера, как мне кажется, лучшая в своем сегменте. У меня есть здесь несколько режимов интересных. Один из них, который мне больше нравится, называется Beauty Face. Я тебе сделаю сейчас в режиме Beauty Face сейчас, да, давай, сделай Beauty Face. Что мне нравится в S4, что софтверные кнопки, которые, допустим, у того же Sony вынесены вниз и занимают часть экрана куда-то в браузере, здесь они находятся на самом деле вот, вот эти кнопочки. Они находятся внизу, возле центральной кнопки. Давай откроем браузер, посмотрим, вот здесь у нас сайт Молцела по дефолту открывается. Откроем, ну, сразу видно, Full HD, весь сайт влезает целиком. Ты знаешь, есть несколько интересных очень фич, которые могут понравиться. Это управление глазами. Я долго учился это делать, но если 10 минут провести с аппаратом, то, в принципе, научиться можно. Управление глазами что подразумевает? Ты можешь скроллить, не прикасаясь к экрану, это первое. Вторая интересная фича, когда ты смотришь видео, ты можешь убрать глаза, и оно ставится на паузу. Ну, интересно узнать, что вообще по ценам у этих аппаратов. Samsung S4 все-таки будет подешевле, чем 5-й iPhone, но немножко подороже, чем Xperia Z. Ну, вот мне когда дали телефон, сказали, что в Молцеле сейчас вот S4 уже должен появиться. Сони Xperia Z тоже, да, iPhone уже давно-давно есть. В принципе, я думаю, что было бы интересно каждому прийти, поставить эти телефоны рядом и посмотреть, когда они есть все в одном магазине. Жень, спасибо тебе большое за передачу. Спасибо тебе. Будем с тобой уже в реальной жизни. Вот. Ну, а всем остальным пока. Закрывайте вкладку, вспомните о дедлайнах. До свидания. Жень, для начала. Все, выходить, знаешь, тяжело же, говорит, все, не смейтесь, не ерзайте, сегодня мы так долго, мы полчасащика на передачу не готовились. Ладно, все, хорошо, ты так сделал, да? Нет, сейчас будет серьезно. Я не могу. Все, на этом конец. Субтитры сделал DimaTorzok